В общем, так это выглядело. Сейчас у вас и у нас на экране Александр Помазуев, юрист ФБК, который нам расскажет подробнее об этом самом военном положении. Александр, вот совсем, что называется, вопрос от чайника. Ну вот Путин сказал, вроде, что только на оккупированных территориях вводится военное положение. Я правильно понимаю, что меня там жителям Москвы или, не знаю, Краснодарского края это никак не коснется или нет? Путин на самом деле ввёл целиком в русле всей российской традиции, когда вводят какой-то режим, стараясь не называть его тем, чем он является. Как это было с карантином по ковиду, который не называли карантином, как это было с частичной мобилизацией, которая была не частичная. Вот здесь военное положение на оккупированных территориях Украины на самом деле не введено, потому что оно де-факто и так там существовало, а введено оно в некотором числе регионов России де-факто. Формально Путин ввёл действительно военное положение только на оккупированных территориях, в ЛНР, ДНР и вот о хвостях тех регионов, которые пока ещё контролируют российские власти. Тем не менее, что нужно понимать самое главное? Там, как правили бал люди с автоматами, которые убивали и расстреливали того, кого хотели. С этой точки зрения там ничего не изменится. От того, что теперь у них есть бумажка о том, что они это могут делать, отнимать имущество или принуждать граждан к общественным работам, содержательно для условий выживания людей в этих регионах не поменяется ничего. А вот что меняется сущностно, так это меняется для жителей приграничных регионов Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей. Ну, естественно, для Крыма и Севастополя. И вот то, что вводится там, тот перечень ограничений, хоть он формально и не назван военным положением, по существу он является именно им. Но если у вас появляются блокпосты на въезде в регионы, если у вас появляются посты на дорогах и начинают досматривать транспортные средства, если могут принудительно вывезти жителей из тех мест, где они проживают, если могут поручить предприятиям производить что-то для фронта вместо обычной продукции, то, ну да, де-факто вся жизнь переходит на военные рельсы. Формально же Путин просто пытается прикрыть это элементами, надёрганными из других режимов, например, режима защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Но содержательно, независимо от того, как вы называете переселение граждан, как в законодательстве о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, или эвакуация как в военном положении, в любом случае де-факто это будет принудительное переселение лиц из мест, где они живут, в другие места. И поэтому, конечно, то, что касается второго круга регионов, приграничных с Украиной регионов, это, конечно, в полном смысле военное положение де-факто. И в значительной степени то, что касается упомянутой вами Москвы и вообще регионов Центрального и Южного федерального округа, там набор ограничений, которые допускаются не такие большие, но, как можно назвать, небольшим ограничением, например, блокпосты и досмотры транспортных средств. Но, тем не менее, в этих регионах в большей степени всё зависит будет от усмотрения губернаторов. Сколько, где они блокпостов поставят, насколько сильно они будут увеличивать меры безопасности, будет ли это заметно для граждан или нет, это во многом останется на откуп глав регионов. Путин вообще перекладывает, как известно, все непопулярные решения на руководителей регионов. Здесь он делает то же самое. Александр, я тогда хочу сослаться на твит нашего коллеги Георгия Албурова. Он написал следующее, публикуя скриншот из указа Путина. Третий пункт. При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные федеральным законом о военном положении. То есть не мог бы ты расшифровать, значит ли это, что фактически, не объявляя военное положение, при необходимости военное положение может быть введено? Ты знаешь, я бы рад расшифровать этот пункт указа, но как юрист я не могу это сделать. Мы прямо действительно всем юридическим отделом сидели и пытались понять, для чего этот пункт, потому что в общем и целом он бессмысленный. Он выглядит как такой стикер, который Путин прикрепил на указ, в котором написано, что еще не забыть, что я могу сделать то-то и то-то. Потому что ввести меры, предусмотренные военным положением, можно только указом президента. Ну вот как он ввел военное положение и вторым указом для ряда регионов определенные меры ввел? Вот точно так же можно, но это все равно требует указа президента. Он никому не передал эти полномочия. Он сделал сам вторым указом то, что посчитал нужным, и этим ограничился. В чем содержание третьего пункта, сказать с юридической точки зрения, невозможно. Но совершенно очевидно, что оно не дает возможность кому угодно вводить что угодно. Обратите внимание, в этом третьем пункте нет указания, кто может вводить. Если вы его сейчас процитировали. Поэтому пока это некая такая аморфная формулировка, мы не считаем, что за ней стоит какое-то реальное содержание. Александр, хочу тебя о таком спросить. Какие бы мы новости не делали в последнее время о том, что происходит в России, все равно все замыкается на вопросе, а можно ли будет после этого уехать? Как тебе кажется, будут ли какие-то сложности с отъездом? И насколько их можно упростить, если человек собирается уехать? Ну вот не может он сегодня уехать или завтра. Но вот он собирается через пару недель, через месяц уехать. Что лучше делать и чего не делать, если планируешь уехать, чтобы с тобой за это время ничего не сделали, чтобы на границе с тобой ничего власти российские не сделали? Совершенно очевидно, что граница закрывается. Она закрывается по разным направлениям. Да, формально сегодня все обсуждали, что в связи с военным положением не введено ограничение на выезд из России. Но, обратите внимание, у вас в двух федеральных кругах вводятся ограничения на передвижение транспорта и его досмотр. Никто вам не гарантирует, что когда вы попробуете из какой-нибудь Ярославской области, которая ни с чем не граничит, доехать в сторону Казахстана, вас на границе области не остановят, не вручат вам повестку и не заберут военкомат. Поэтому, если кто-то еще ничего не сделал, но собирается в плане отъезда из России, у него есть такая возможность, то откладывать дальше просто некуда. Потому что, во-первых, это ограничение на выезд, общее, могут вести вообще в любой момент. А во-вторых, с момента начала действия всех этих указов, о которых мы говорим, могут возникнуть проблемы просто с тем, чтобы доехать до границы. Я напомню, они уже опробировали этот механизм на примере границы с Грузией, когда просто в приграничный регион России запретили въезжать машинам из других регионов. И вроде как граница осталась закрыта, но доехать до нее ты спокойно не можешь. Поэтому все больше и больше препятствий создается. И это сейчас уже похоже не на вариант. Вероятно, вам повезет пересечь границу, потому что контроля нет, как это было в первые дни. На вариант, вы идете по минному полю, и в любой момент вас могут остановить и развернуть. Поэтому, если у вас есть возможность, постарайтесь сделать свою попытку уехать прямо сейчас, потому что с каждым днем это будет сложнее. И если не получится, то скрывайтесь, не берите повестки, не ходите в военкоматы, потому что мобилизация как была, так и продолжается. И само введение военного положения — это прямое доказательство того, что эскалация продолжается. И по мере эскалации нужны будут новые солдаты, новое пушечное мясо. И, естественно, их будут брать через механизм мобилизации и призывать тех, до кого сейчас прямо еще не дотянулись. Александр, спасибо большое. Александр Помазуев, юрист, был с нами на связи, рассказал все про это самое военное положение. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Продолжение следует...